Главная река региона Западно-Казахстанской области Урал начала прибывать, хотя лед еще не тронулся. За последние сутки уровень воды на водомерном посту в черте города поднялся на 40 сантиметров. Подробности в сюжете. Урал начал прибывать, хотя лед еще не тронулся. Сейчас уровень воды составляет 220 сантиметров. За последние сутки река поднялась на 40 сантиметров. Стоит отметить, что опасная отметка реки составляет 850 сантиметров. По словам синоптиков, вода должна подняться в начале апреля, когда Россия начнет спускать воду. По словам синоптиков, река Урал поднимется после двух волн паводка. Первое – поступление воды из местного стока. Второе – пребывание воды с Россией. Вскрытие рек в соседней стране ожидается со 2 по 7 апреля. С реклинского водохранилища сбрасывают воду в количестве 60 кубометров в секунду. К слову, это в 4 раза больше по сравнению с прошлыми годами. По Уралу российские коллеги тоже дают прогнозы высоких вод. На гидропосту Уральск уровень дает 850, опасная отметка 850. Хочу отметить, что при достижении уровня воды 650 сантиметров уровня, вода выходит на пойменные участки на 1, 2, 3 дачные. Реки Урал, Чиган, Малый и Большой Узен являются трансграничными. Поэтому сотрудники Казводхоз находятся на постоянной связи с российскими коллегами. По Эрикле сейчас сброс идет, данные на сегодня, сброс идет 60 кубов в секунду. Это значит с 19 марта такой сброс идет. Вчера мы с ними разговаривали, то есть с Оренбургскими, с нашими коллегами. Сказали, возможно, перейдем на 90 кубов. Хотели сегодня, но мы смотрим на сайте у них, на сегодня 60 кубов. У них сейчас идет заседание. Это зависит от приточности воды к Эриклину Смотогринщи. При Торшинском Смотогринщи было 3 дня назад 12 кубов, сегодня 75 кубов. То есть увеличивается при Торшинском Смотогринщи. Напомним, что пик Паводка на Урале обычно бывает в первой декаде апреля. За опасную отметку вышел из берегов Деркул в районе Тоскалы. Вчера воды в нем прибыло на отметку 527 сантиметров. Тогда как критический уровень для этой реки – 520 сантиметров. Дана Киримбаева, Айбула Джигапар, Александр Грабарев, Телеканал ТДК-42.